Исход. Однажды человек пришел к Будде и плюнул ему в лицо. Будда вытер лицо и спросил, «Это все? Или ты хочешь чего-нибудь еще?» Ананда все видел и, кипя злостью, воскликнул, «Учитель, только позволь мне, и я покажу ему, его нужно наказать!» «Ананда, ты стал сангисином, но постоянно забываешь об этом?» — ответил Будда. «Этот бедняга и так слишком много страдал. Ты только посмотри на его лицо, на его глаза, налитые кровью. Наверняка он не спал всю ночь и терзался, прежде чем решиться на такой поступок. Плевок в меня — это исход этого безумия. Это может стать освобождением. Будь сострадательным к нему. Ты можешь убить его и стать таким же безумным, как и он». Человек слышал весь диалог. Он был смущен и озадачен. Реакция Будды была полной неожиданностью для него. Он хотел унизить, оскорбить Будду, но, потерпев неудачу, почувствовал себя униженным. Это было так неожиданно. Любовь и сострадание, проявленные Буддой. Будда сказал ему, «Пойди домой и отдохни. Ты плохо выглядишь. Ты уже достаточно наказал себя. Забудь об этом происшествии. Оно не причинило мне вреда. Это тело состоит из поля. Рано или поздно оно превратится в пыль, и по нему будут ходить люди. Они будут плевать на него. С ним произойдет множество превращений». Человек заплакал, устало поднялся и ушел. Вечером он пришел обратно и сказал, «Прости меня». Будда произнес, «Нет вопроса о том, чтобы я прощал тебя, потому что я не был рассержен. Я тебя не осудил, но я счастлив. Безмерно счастлив видеть, что ты пришел в себя и что прекратился тот ад, в котором ты пребывал. Иди с мира и никогда больше не погружайся в такое состояние». Субтитры создавал DimaTorzok